Всем привет, с вами Избан. Наконец-то вышло наше долгожданное обновление, которое мы ждали с вами целых 3 недели, а это почти целый месяц, что очень много для обновления. Как вы знаете, добавилась новая система, это система банка. Значит вы в нем сможете хранить ваших питомцев и также получать проценты за гема. Также давайте я зачитаю вам немножечко про банк информацию, чтобы было намного понятнее. Значит в нем можно хранить большое количество домашних животных и бриллиантов, также можно приглашать своих друзей в него, максимум можно пригласить 5 человек, но при достижении 7 уровня вы сможете приглашать целых 6 человек. Так, давайте трейд отключу, а то мешают. Дальше, можно каждый день зарабатывать проценты за то, что у вас лежат там гемы. Самый максимальный уровень процента это вроде бы как 1,1%. Ну в принципе неплохо, получается где-то с 1 миллиарда будет выходить 11 миллионов каждый день. В принципе неплохо, но для того, чтобы вам они начислялись, вам нужно заходить каждый день в игру. Также, чтобы открыть вам банковский счет свой, вам нужно потратить 7,5 миллионов гемов, чтобы он у вас начал работать. Получается всего там 7 уровней, естественно вы его купите, у вас будет первый уровень, после этого уже будет 7. Так, ну про банк вроде бы все. А, ну и еще информация, то что банк будет находиться почти в каждом мире, кроме Течь Ворлд, потому что там какие-то проблемы с освещением. Но разработчик написал и сказал, это потом исправит и банк там тоже появится. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что это у нас за банк, что он из себя представляет. Как вы понимаете, это получается старая моделька, которая была, раньше за место нее получается был магазин. Вот, вот этот эксклюзивный магазин. Так, ну поехали. Сейчас у нас тут все грузится, возможно даже придется подождать довольно долго, потому что игроков очень много. И как видите, все до сих пор грузится. Не знаю, насколько это долго будет, но давайте подождем. Пока что давайте, я тогда засчитаю, что было добавлено еще. Также у нас, смотрите, добавили сумки зобычьи. Как я понял, чтобы эта сумка появилась, то есть мешок, вам нужно получается на любой из локаций ломать там кристаллы, то есть гемы, либо же монеты, там сундуки и так далее. Когда вы будете их ломать, с определенным шансом будет спавниться вот этот мешок с добычей. Он будет в себе содержать гемы, бусты и еще там будет какой-то прям очень офигенный приз. Не знаю, что это за приз будет, но разработчик это упомянул. Но шанс, естественно, на него будет довольно маленький. Возможно, может быть, даже там будет падать вам эксклюзивный питомец. Но то, что мы будем получать с него гемы и бусты, в принципе, уже радует. Так, давайте посмотрим, что еще добавили. Ну, как видите, почему-то у нас не хочет все-таки грузиться банк, потому что людей очень много, большой наплыв. Давайте посмотрим, каких добавили у нас новых эксклюзивных питомцев. Так, ну слушайте, питомцы довольно прикольные, выглядят круто. Вот этого питомца нам уже показывали, ну где-то полтора месяца назад, плюс-минус. Все думали, что его там нужно будет получать за какие-то задания, но оказывается, просто разработчик заранее его сделал и добавил только сейчас. Ну, выглядит, конечно, круто. Так, получается, по геймпассам новых у нас, естественно, нету. Печально. И, по-моему, кнопку использовать тоже переделали чуть-чуть. Она, по-моему, подлиннее стала. Так, ну, тут все у нас. Также давайте зачитаю изменения. Самое главное – это изменения таинственного торговца. Он, как вы знаете, не пропал, но у него появились ошибки. Он появлялся не на всех серверах, там на очень маленьком количестве. И разработчик написал то, что он это исправил, надеется то, что все будет работать. Если же это работать не будет, там, кто сидит в его Дискорде, участники будут ему об этом писать. Естественно, он потом исправит. Также он сделал скидку намного больше. Раньше там была скидка, как он написал, 20%. Сейчас она уже 35%. То есть на 15% стало больше. В принципе, довольно круто. Таинственный торговец также у нас появляется, получается, в 21.00 по московскому времени. И получается с ограниченным количеством питомцев. Там вроде бы то ли 6, то ли 5, а может быть сделали еще меньше. Но об этом, к сожалению, не написано. Но самое главное – то, что он будет появляться теперь намного чаще. Также он пишет то, что переписал многие награды. То, что должно теперь все быть сбалансировано. И все должны быть довольны. Также, у кого есть VIP, то есть геймпасс купленный. Также в сундуке было добавлено чуть больше гемов. То есть раньше, не знаю, вы могли получать 50. Теперь, возможно, будете получать 60 или 70 тысяч. В принципе, тоже довольно неплохо. Также маленькое обновление интерфейса у нас произошло. И получается, он сделал еще стабилизацию. Ну, в принципе, на этом у нас уже все. Это весь список обновлений. В принципе, обновление глобальное за счет того, что появился банк. То, что он сделал новую систему. И это у нас считается, получается, за глобальное обновление. А так, в принципе, если так логически подумать, рассуждать, то обновление довольно маленькое. За три недели. За три недели можно было сделать намного больше. Питомцев, кстати, новых у нас вроде бы как не появилось. Давайте тыпхнемся, посмотрим. Ну, вроде бы как их у нас не появилось. Давайте сейчас посмотрим. Итак, да, питомцы у нас не появились, к сожалению. Это очень плохо. Плохо потому то, что, как вы знаете, наступила уже зима. Сегодня уже четвертый день зимы. Вот. И, по идее, следующее обновление должно было быть на зимнее. То есть, с зимним ивентом. Вот. Но, возможно, такое то, что следующее обновление выйдет с зимним ивентом. И конец течь мира у нас будет, возможно, через месяц. А то и больше. Скорее всего, так он и сделает. То, что следующее обновление будет зимнее. То есть, зимний ивент. Там, естественно, будут опять крутые питомцы. Надеюсь, также они будут очень легко падать. Как в прошлом ивенте это было. Было бы круто. Вот. Но, как я понимаю, конец течь мира. Нам еще придется ждать долго. Так. Как видите, здесь этого банка нету. Давайте тыпхнемся в фантастический мир. Тут вроде бы как банк должен быть. Сейчас посмотрим. Да, он есть. Отлично. Давайте зайдем. Может быть, все-таки он у нас заработал. Или же нет. Так, ну, пока грузит. Также тут написано, что у нас скоро будет таблица лидеров. В принципе, довольно круто. И, как видите, почему-то банк у нас все-таки грузиться не хочет. К сожалению. Давайте попробуем еще. Сделаем попытку на обычном мире. Может, все-таки повезет. И он загрузится. Либо же просто там какая-то у него ошибка появилась. И он не откроется. Ну, как видите, все-таки не работает. Так, давайте тогда я сейчас перезайду. И мы с вами продолжим. Так, все, я перезашел. Надеюсь, то, что сейчас все будет отлично работать. Давайте проверим. Так, слушайте, уже что-то здесь успело прогрузиться. Отлично, все заработало. Нужно, короче, было просто перезайти. Итак, ностальгический момент. Значит, мы будем здесь покупать не банковский счет, а, получается, банковский аккаунт. Ну, ладно. Как я и говорил, получается, это стоит 7,5 миллионов. В принципе, это довольно маленькая сумма для всех. Потому что, как вы знаете, был жесткий фарм гематер. Но, я думаю, в принципе, все успели себе чуть-чуть нафармить гемов. Так, покупаем. И... И... Все забагалось. Прикольно, прикольно. Так. Ай-яй-яй, тут кто-то уже ругается. Осуждаю. Все, отлично купилось. И... И мне что, заново опять его нужно покупать? Это что, скам какой-то? И, как видите, у меня банк не закрывается. Вот, начинает что-то прогружаться. Ну... Не знаю, прогрузится он или нет. Так, все, панельку я закрыл. Отлично. И... Вот, все. Что-то стало появляться. И опять пропало. Круто. Ну, короче. Разработчик об этом писал, то, что от большого количества народу, скорее всего, будут баги-лаги. И я вам, естественно, всем советую. Если вы купили сейчас банковский счет, то не ложите туда своих питомцев и гемов. Потому что, все-таки, есть маленькая вероятность. Ну, где-то 1 или там 5% то, что у вас могут эти питомцы и гемы пропасть. Сейчас пройдет от обновления буквально там день-два. И вы сможете спокойно уже зайти в банк, закинуть туда гемы и своих пэтов. А если вы сейчас думаете ложить своих питомцев или гемы туда, то, все-таки, я вам советую лучше этого не делать. Потому что, вдруг, они пропадут, и все, вы, считаете, останетесь без питомцев и гемов. Конечно же, это очень плохо. Ну, ладно. В принципе, вот такое у нас обновление было. В принципе, довольно прикольное. Давайте попробуем проверить, спавнятся мешки или нет. Давайте тп-хнемся в Алан Форест. Поломаем немного гемов и монет. Возможно, все-таки нам повезет и упадет мешок. Но, конечно, маленькая вероятность. Возможно, сейчас опять также на спавн вот этих мешков будут баги. И из-за этого они могут у нас... А нет, заспавнился, смотрите! Ема! Прикольно, слушайте, круто. Короче, как я понял, он спавнится. Даже не спавнится, а вылетает с определенным шансом. То есть, сейчас вот мне выпал этот мешок. И он собрался, как вот эти монетки. Вот, смотрите, видите? Получается, вот монетки у нас вылетают, и мы их собираем. Он также, получается, может вылететь с определенным шансом с этими монетками. И сейчас мне за него дали 7000 гемов. Ну, в принципе, довольно неплохо. Так, давайте посмотрим, может быть, мне еще повезет. В принципе, довольно круто. Опа, выпал. Ну, я не понял, что с него нам выпало. Жалко то, что разработчик, конечно же, не добавил надпись, что с него падает. То есть, было бы круто. Вот, допустим, если бы вот здесь у нас писалось, что у нас падает. Получается, над вот этой кнопочкой. Было бы довольно круто. Так, ну давайте сейчас поймаем, я думаю, еще один мешок. Вот он выпал. Отлично. И смотрите, все-таки он автоматически питомцами не собирается. И чтобы нам его собрать, нужно подойти к нему. Так, давайте подходим. Ага. И мне дали 7 миллионов монет. Ну, слушайте, довольно круто. Вот сколько я с монеты получу? А, нифига себе! Офигеть! Смотрите, с монеты мне дали 172000, а с мешка 7 миллионов. Это очень круто, прям реально. Ну-ка. Давайте все-таки еще один выбьем, посмотрим. Может быть, повезет, не знаю, там выпадет какой-нибудь эксклюзивный питомец или все-таки. Так, собираем. 87 миллионов жестко! Офигеть! Ну, слушайте, если у вас слабые питомцы, то все-таки я вам рекомендую фармить именно в локациях. То есть, не стоять по несколько часов на сундуке, а именно, получается, фармить в локации, потому что, в принципе, дает довольно много. Так, еще один мешок. Слушайте, это совсем другой мешок. Он даже, по-моему, побольше по размерам, как видите. Так, ну давайте, надеемся на что-нибудь крутое, собираем его. 23 миллиона! Ема! Короче, получается, еще эти мешки, которые выпадают, они выпадают разные. Есть, допустим, маленький размер, есть большой. И также по цвету они у нас отличаются. Вот 7 тысяч дали. В принципе, неплохо. И получается, может выпасть такой сундук, с которого вам может выпасть, допустим, буст. Там, не знаю, на X3 монеты, на X3 дамаг и так далее. Довольно круто. Так, ну давайте последний, в принципе, мешок соберем. Так, собрали и почти 10 миллионов дали. Очень круто. Как видите, обновление все-таки реально достойное, хоть и маленькое, но довольно крутое. В принципе, на этом буду заканчивать. С вами, как всегда, был Избан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok